Большой привет всем моим подписчикам! Ну а те, кто впервые на канале, не забывайте подписываться! Сегодня абсолютно спонтанное видео. Я только что пришла из магазина заодно и решила сделать обзор покупок, потому что они были действительно очень удачными. Вообще, хочу сказать, что в последнее время меня этот магазин радует гораздо больше, чем фикс прайс. Итак, как любитель все организовать, все как-то красиво разложить и аккуратно хранить, я просто не могла пройти мимо вот такой коробочки. Она из очень плотного материала, очень плотного картона, очень такая красивая, плотная, аккуратно сделана. Было много разных расцветок, но я выбрала с лавандой в каком-то таком ретро-стиле. Стоила она 45 рублей. Конечно же, я просто не могла пройти мимо, когда увидела вот такой вот кейс-коробку для хранения. Он стал, наверное, хитом в видео многих блогеров. В нем чаще всего хранят носочки, трусики, ремни. В общем, в принципе, все, что вашей душе угодно. Стоил он 45 рублей. Потрясающая вещь. Взяла сразу три штуки. Поскольку мы собираемся ехать на отдых, и в магазине заодно появилась новая серия, вот в таком красивом исполнении, какой-то морской мотив, конечно же, я не смогла не взять вот такие одноразовые бутылочки. Очень удобно для того, чтобы не тащить с собой большой бутылек геля для душа, шампуня и так далее. Очень удобно перелил. В крайнем случае, даже их там выбросил. Стоили они точно так же 45 рублей. Моя любовь – это вот такие коробки для хранения обуви. Я уже покупала такие, но, правда, в магазине Fix Price. Там они были без рисунков, просто прозрачные. Очень удобно. Я оценила. Во-первых, все видно, и вы тратите гораздо меньше времени на то, чтобы найти нужную вам пару обуви. Во-вторых, несмотря на то, что многие считают, что в этой коробке обувь не дышит, как раз-таки наоборот, поскольку здесь есть отверстия различные, и она сама не настолько плотно закрывается, поэтому обувь хорошо проветривается, никаких неприятных запахов не скапливается. Поэтому в этот раз купила вот такие красивые упаковочки. Стоили они тоже 45 рублей. Следующая покупка была для кухни. Это вот такие баночки для хранения масел. Я давно уже задумывалась над тем, чтобы сделать какую-то вкусную заправку к салатам, например. То есть купить оливковое масло или подсолнечное, и добавить туда чеснок, травы и так далее. Очень удобная вещь для того, чтобы достать, заправить свой салатик и с аппетитом его умять. Вот, они стоили 79 рублей. Вот этот наборчик, две бутылочки, по-моему, абсолютно недорого. Причем выполнены очень качественно, очень приятно. И они такие достаточно тяжеленькие, то есть устойчивые. И здесь есть даже адозатор и колпачок на адозаторе, чтобы ничего не выветривалось. Так что покупкой я очень довольна. А также, поскольку у меня телефон не айфон, то найти, как сказать, панельки на него не всегда просто. В основном почему-то все продают для айфонов. Но в магазине заодно я нашла вот такую замечательную панельку. Сразу нацепила на свой телефон и хожу теперь довольная. Еще одна покупка была. Это органайзер для хранения бижутерии. Его я, правда, покупала чуть раньше. И уже показывала в одном из своих видео. Так что, в общем, я безумно довольна. Для тех, кто любит все организовывать, все хранить в порядке, и при этом, чтобы все выглядело красиво, по-моему, это потрясающе. Экономно, красиво и организованно. Ну вот, в принципе, такое коротенькое видео. Спасибо всем за внимание. Жду ваших комментариев, жду ваших пальчиков вверх. Спасибо всем за внимание. Всем удачного дня, вечера, ночи. Смотря в какое время суток вы меня смотрите. Пока!